Здравствуйте дорогие друзья! Вы на видеоканале Цейхгаус, канале для любителей военной истории. Если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк и подписаться. Приятного просмотра! Дорогие наши друзья, на просторах ютуба мы открыли наш резервный канал Цейхгаус Арсенал. Чтобы не потеряться при форс-мажорных обстоятельствах, связанных с ютубом, подпишитесь на резервный канал. Ссылочка в описании. Первый полет прототипа Хеншель 123 V1 состоялся 8 мая 1935 года. В кабину сел сам Удот. Самолет имел двигатель воздушного охлаждения BMW максимальной мощностью 725 л.с., прикрытый гладким капотом и трехлопастной металлический винт. В течение лета завода выкатили еще две машины – V2 и V3. Их отличал капот меньшего диаметра с 18 небольшими выколотками – обтекателями головок цилиндров. Самолеты несли стандартное для истребителей того периода легкое вооружение из двух пулеметов МГ-17 калибра 7,92 мм, стрелявших через винт. На прототипе V3 установили двухлопастной пропеллер изменяемого шага «Гамильтон Стандарт», как и на серийных экземплярах впоследствии. Все три машины отправили в летно-испытательный центр в Рехлине. В течение месяца две из них разбились в катастрофах. Самолеты разваливались при выходе из пикирования. Узлы крепления центропланных стоек не выдерживали перегрузок. Этот дефект устранили при сборке четвертого прототипа, испытанного в августе 1935 года. На V4 усилили конструкцию центроплана и плоскостей. Проволочные расчалки стабилизаторов заменили подкосами. Самолет мог безболезненно пикировать под углом до 80 градусов. На основе V4 строились предсерийные самолеты «Хенши-123А-0». Первый из них был облетан в июле 1936 года. Пикирующий бомбардировщик «Хенши-123А-1» пошел в серию с мотором BMW с непосредственным впрыском топлива в цилиндры, развивавшим мощность 880 л.с. на взлете. Цельнометаллический фюзеляж типа полумонокок имел овальное сечение. В его передней части друг за другом располагалась ферма, несущая звезду двигателя, радиаторы системы охлаждения масла, противопожарная перегородка, топливный бак на 270 литров, небольшой отсек для 10 мелких бомб весом по 10 кг, бойкомплект для двух МГ-17 и кабина пилота. Синхронные пулеметы, установленные сразу за приборной доской, стреляли через пули-проводы, трубки в капоте. Верхняя плоскость с двумя лонжеронами соединялась с фюзеляжем парой N-образных опор, а с нижними консолями – трапециевидными стойками. Металлическая обшивка крыла шла от носка до переднего лонжерона. Дальше начиналось полотно. Стабилизатор и киль цельнометаллические. Дюралевый каркас элеронов и рулей обтягивался тканью. Нижнее однолонжеронное крыло с закрылками несло 4 узла для 50-килограммовых бомб SC-50 или двух контейнеров с 92-мя 2-килограммовыми бомбочками. Под фюзеляжем могла висеть бомба SC-250, то есть 250 кг, на качающемся рычаге для сброса с пикирования или дополнительный топливный бак. Неубираемое шасси имело мощные амортизаторы и пневматики пониженного давления. Основные стойки и заднее колесо были заключены в обтекателе. По бокам фюзеляжа свисали стремена, облегчавшие доступ в кабину. Самолеты Henschel 123 выпускались до ноября 1938 года. Их количество достигло примерно 260 экземпляров. Совершенствование основной модификации А1 шло параллельно с ее серийным производством. В целях модернизации строились еще несколько опытных машин. Последний экспериментальный Henschel 123 V7 использовался в конце 1937 года как летающая лаборатория для испытаний двигателей. Первым подразделением пикирующих бомбардировщиков в Люфтваффе стала группа Шверен, образованная 1 октября 1935 года. Как известно, Люфтваффе использовали гражданский конфликт в Испании для обкатки кадров и техники, проверки правильности взглядов на роль авиации в ближнейшейся большой войне. Доктрина Дуэ, владевшая умами большинства стратегов в те годы, принижала роль фронтовой авиации. Этого мнения не разделял полковник Вольфрам фон Рихтгоффен, а с Первой мировой, еще тогда отрабатывавший тактику самолетов-штурмовиков. Будучи начальником штаба добровольческого легиона Кондор, под вывеской которого Германия поддерживала мятеж генерала Франка, Рихтгоффен настоял на срочном прибытии в Испанию пикирующих бомбардировщиков. Пять самолетов, доставленных в Севилью в декабре 1936 года, вошли в экспериментальное подразделение, состоявшее из прототипов и предсерийных экземпляров новейших боевых самолетов. Кроме Хеншель-123, на аэродроме в Табладе базировались Мессершмитты БФ-109, Фау-3, Фау-5 и Фау-6, Хенкель-112, Фау-4 и Юнкерс Ю-87А-0. Хеншели числились истребителями, но применялись в основном как штурмовики. Их боевым дебютом стало прикрытие частей фалангистов в боях за Малагу. В роли самолетов непосредственной поддержки наземных войск, Хеншель-123 зарекомендовали себя великолепно, даже при отсутствии радиосвязи с сухопутными подразделениями. При непрерывном участии в боях пятерка Хеншелей, обособленная в группу Штука-88, понесла лишь две потери. Успеху самолетов Хеншель-123 способствовала их живучесть, способность действовать с коротких неподготовленных площадок, удачное сочетание скорости и маневренности. Хеншель, превращенный в решето с захлебывающимся мотором, был в состоянии оторваться от республиканских истребителей в крутом пикировании. Франкистские ВВС заказали партию Хеншель-123. С учетом двух машин, переданных легионом Кондор, испанцы летом 1938 года получили 16 пикирующих бомбардировщиков. 24-я группа на Хеншелях, прозванных сентиментальными испанцами Анхелитос, ангелочки, участвовала в последующих сражениях гражданской войны у Теруэля и Кордовы в январе 1939 года. 12 уцелевших Хеншель-123 состояли в ВВС Испании до 1949 года. Одновременно с франкистами этим самолетом заинтересовались в Китае. Правительство Чанкайши купило 12 экземпляров Хеншель-123. Хеншелями, привезенными летом 1938 года, вооружили 15-й бомбардировочный дивизион. Известно, что китайские Хеншели-123 отличились в начале 1939 года при разгроме японских переправ в дельте реки Янцы. Между тем, высокая оценка боевого потенциала пикировщика Ю-87 обусловила поступившее осенью 1938 года распоряжение о прекращении производства Хеншель-123. А 1 ноября, после аннексии Судетской области, Чехословакии, штурмовые группы были расформированы. К началу Второй мировой на Хеншель-123 летало всего одно боевое подразделение. Среди 897 бомбардировщиков, использованных при нападении на Польшу, были 36 Хеншель-123. На рассвете 1 сентября Хеншели нанесли первый штурмовой удар. Самолеты действовали на протяжении всей польской кампании, продемонстрировав высокую эффективность. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok